Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Диавадия для творчества. Сегодня я покажу вам мастер-класс по вязанию очень простого, очень красивого шарфа с нудом. Его носят обернув вокруг головы, он отлично сидит на голове, у него несколько слоев. Это такой вот вид шарфа, очень-очень длинный, его можно оборачивать несколько раз вокруг вашей шеи. Также он очень уютный, очень мягкий, у него замечательный просто переход цветов. Я покажу вам попозже, как это все будет выглядеть, очень красивый узор, также как это все делается, как это вяжется. То, что это легко и просто, я сейчас вам покажу. Итак, давайте начнем с нашим мастер-классом. Я начну вязание своим девятым крючком, это немножко больше, чем здесь положено. Это пряжа предназначена для седьмого крючка, здесь стоит в ней 100 грамм на 180 метров. Видите, здесь также распечатан переход цветов, как он будет идти. Один клубочек равно одному шарфику с нудом. Здесь у меня дополнительно есть также мерная лента. Я буду набирать сначала цепочку из воздушных петель длиной примерно 45-50 сантиметров. Итак, я вытащу нить для начала из клубочка, это очень практично, чтобы потом подтягивать нить. Далее я беру нить в руку и совершенно обычно начинаю вязать цепочку из воздушных петель. Раз, два, три. В принципе, мне не нужно считать воздушные петель, я просто провязываю цепочку и измерю ее. Итак, вы видите, как красиво смотрится вот этот переход цветов. В принципе, они все намешаны между собой. Вот сейчас вот какой-то зеленоватый начинает появляться. Так, между тем я достигла примерно... Главное, сильно не растягивать связанную цепочку. Я достигла примерно 50 сантиметров. И теперь, я думаю, этого достаточно для моего шарфа. Далее я буду закрывать этот ряд. Для этого я кладу цепочку вот так вот на столе, чтобы там не было... чтобы она не перевернулась. Так, здесь вы видите, как это все кладется. Я кладу, чтобы все... чтобы галочки смотрели все в одну сторону, наверх. И теперь я вожу крючок снова в первую петельку вот здесь. Протягиваю сквозь нее нить. И вот тут так же. И закрываю ряд соединительной петелькой. Таким образом, у меня получилось вот такое вот колечко. И, в принципе, на основе него я буду вывязывать свой шарфик. Я набираю 3 воздушные петельки для высоты. 3 петли. И делаю накид. И ввожу крючок в следующую петлю. Там я провязываю свой первый столбик с накидом. Сквозь 2 и сквозь 2. Снова набираю накид. И ввожу следующую петельку, крючок, следующий столбик с накидом, снова накид, ввожу крючок и провязываю следующий столбик с накидом. Ну и таким образом я уже достигла зелененького цвета, он начал проявляться, до этого был такой слегка синеватый, а сейчас он стал реально ярко-зеленым. В принципе, дальше, таким образом я буду вязать дальше по рисунку целый ряд до самого конца. В принципе, все ряды будут вязаться столбиками с накидом. Итак, вы видите, я провязала полностью свой первый ряд, повсюду вывязывается от одной петли один столбик с накидом, и сейчас я соединяю этот ряд соединительной петелькой вот здесь вот наверху, вокруг цепочки из воздушных петель. И теперь буду начинать свой второй ряд, для этого я набираю 3 воздушные петельки для высоты, делаю накид и ввожу крючок, но ввожу ее в заднюю стенку вот этой петельки, вы видите, у каждой петли есть по 2 стенки, которые образуют вот эту вот галочку как раз-таки. И я ввожу все время крючок именно в заднюю стенку, и именно оттуда вывязываю столбик с накидом, каждый следующий. Итак, я ввожу крючок и вывязываю столбик с накидом. Таким образом у меня получается здесь вот такая вот линия, она образуется из передних стенок этих галочек. И таким образом я вяжу до самого конца свои шарфы. Итак, здесь вы можете разглядеть промежуточный результат, какой красивый получается узор. Здесь у меня уже появился такой темно-красный цвет, а также немножко фиолетово. Здесь также уже появляется желтая область, очень красивый узор, я соединяю все это соединительными петельками. Набираю в конце ряда, в начале ряда снова 3 воздушные петельки и буду вязать до конца ряда тот же самый узор. В принципе рисунок невероятно прост, я вяжу на протяжении всего шарфа до самого конца этого клубочка. И как только я довяжу, я покажу вам результат. Итак, между тем у меня практически не осталось шерсти, вот он остаток, его не хватит уже до конца ряда. Получился очень красивый переход цветов в этом шарфике, только посмотрите. Вот здесь вот шарф практически готов, замечательные такие цвета, переход, это узор, где галочки смотрят друг на друга, вот тут по разным сторонам. Передние стенки петель смотрят всегда вперед, это в принципе и формирует такой вот узор. У меня получилось, что шаль оборачивает два раза вокруг моей шеи. И теперь я должна провязать свой последний ряд, или свой кружочек. Я делаю соединительную петельку, здесь я отошла до первой воздушной петельки, я провязываю там соединительную петельку. И я теперь провяжу весь ряд до конца соединительными петлями, провязывать буду из каждой петли. Видите, таким образом у меня получается вот такой рисуночек в виде галочек, который будет располагаться на лицевой стороне, будет очень красиво смотреться. Это очень-очень просто и красиво получается в итоге, как мне кажется. И таким образом получается очень крепкий, прочное окончание ряда. Так, и теперь я довязала свой ряд до конца, вы видите здесь, что по кругу получился вот такой вот красивый переход петелек. Получается вот такая вот петелька, сейчас я сделаю последнюю петлю, я укорочу свою нить, отрежу ее, вытащу ее вот так вот наверх. И теперь сделаю следующее, я буду делать дополнительную петельку, я возьму нить, введу свой крючок внутрь сюда, вот этой первой соединительной петельки, которую я провязала, и вытащу нить вот сюда, вот на эту сторону. И таким образом потяну ее немножко вот в обратную сторону. Так, теперь у меня получилось очень красивое окончание ряда, нить, конечно, нужно еще заправить. И теперь мой шарф снуд полностью готов, видите, какой получился красивый здесь замечательный переход цветов, что он очень длинный, он будет носиться несколькими слоями, обернутый вокруг шеи, такая игра цвета невероятно красивая, и узор тоже. Он очень мягкий, приятный на ощупь, я надеюсь, что вам понравилось мое видео, вы получили удовольствие, если это так, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, для этого жмите внизу кнопку подписаться, активируйте под видео маленький колокольчик, чтобы не пропустить мои новые выпуски и мастер-классы в будущем, и тогда мы обязательно с вами увидимся на Диаваде для творчества, пока-пока!